Анечка кушать будет. Анечка уже быстро поняла, что нужно открывать роботик. Что туда залетит ложечка. Открывай. Или ты еще раз пробуешь? Ай, эти маленькие. Скажи, мне это дело очень быстро понравилось. Очень, скажи, быстро мне это дело понравилось. Да, я прям, скажи, очень быстро врубилась, что ложечки там вкусненькое в ротик кладут. Да, доченька? Лапушечка моя. Ты солнышко? Ты мамина заинька? Ты мамин котеночек маленький? Мамин котеночек маленький. Анечка. Где она, скажи? Где эта ложечка? Где эта ложечка? Ну-ка, давай. Ага. 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 Минуты нежности. Только для нас двоих. Ага. 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 Леша, родители купили новую кроватку. Твоя теперь кроватка. Машинка, твоя кроватка. Ага. Ага. большая синие с колесами колесики скажи даже у нее есть такая здоровская да и бортики хорошие высокие нам это еще актуально мы еще можем упасть так что бортики есть хорошие нет ты теперь не точно не упадешь потому что у тебя бортик есть ночью за него зацепишься если вдруг западать начнешь то теперь безопасно безопасная кровать не падать конечно нельзя мальчиком маленьким такая водка у вас наград жалко конечно что у него не отдельная детская можно было вообще классно оформить осталось теперь только детская постельная купить и простынок парочку я бы прям вдруг когда-то будет инцидент и он ночью описькается чтобы было чем заменить пока постелила ему наш комплектик анечке нарядили кроватку в бортике вот так вот но теперь конечно после того как она долго долгое время стояла пустая вообще без всяких бортиков не илюшка спал теперь кажется это тюрьмой какой-то просто ребенка не слышно и не видно в ней так что всего анечка у нас теперь переехала в улюшину кроватку улюши своя кроватка правда тесновато теперь у нас тут конечно надо было перед тем как новую кроватку новую комнату купить так что вот тут мне еще надо и мобиль повесить но вот я думаю может быть еще снять бортики вот этот один снять а там оставить у стеночки не знаю в общем как быть мне какая-то прям тюрьма кажется с непривычки сейчас я буду делать оладушки из печени и делать буду с таким как сказать подливом с такой добавочкой из морковки с луком сначала я делаю фарш из печени у меня есть печень это говядина и я не очень люблю говяжью печень например кусочками потушеную поэтому я стараюсь всегда приготовить из нее вот например оладушки печень у меня еще такая слегка слегка не отмороженная потому что так и с ней проще работать для того чтобы снять пленку сначала я ее поддеваю ножичком с какой-нибудь одной стороны лучше с краю подцепляю хорошенько и снимаю сразу со всего куска одним махом вот таким затем печень нужно вымочить разрезав на небольшие кусочки как для весорубки немножко вымочить ее воде чтобы ушла вся-вся лишняя кровь когда мы промыли печень и либо вымочили ее в воде я пропускаю либо через мясорубку либо как в моем случае в блендере печень и сразу пропускаю с луком получается такая субстанция кажется что жидкая но печень очень цепкая поэтому все получится хорошо у нас в наших оладушках добавляю соль соли горсточку так чтобы все хорошо просолить чтобы получилось солененько добавляю в эту массу два яйца не сильно больших и добавляю немножечко овсяные мучки чтобы у нас эта масса чуть-чуть загустела взялась прям вот буквально две-три столовых ложки я думаю по заглаза хватит и все это нужно хорошенечко перемешать чтобы у нас получился такой своеобразный фарш я сейчас постаралась максимально сделать камеру так чтобы она была и на сковороду и на чашку с печенью значит я сначала лью масло но так как у меня правильное питание маслом и конечно льем прям капелюшечку прям для того чтобы немножечко смазать сковородку вот буквально такое количество масла сковородки с хорошим антипригарным покрытием они в принципе не требуют хорошей смазки когда сковородка у нас уже разогрелась я просто беру ложкой и просто наливаю на сковородку можно даже так несколько этапов такие вот котлеточки скорее даже это можно назвать оладушки когда я делаю оладушки такие для мужа я лью побольше масла он у меня не на правильном питании у него физическая работа ему нужны силы углеводы и жиры поэтому да и вообще в принципе он не очень любит такую еду поэтому ему я жарю в конце уже на масле вот такая вот у меня история получается сейчас покажу в процессе потом это все переворачиваю все это сейчас схватится и можно будет перевернуть если честно я даже много масла добавила видите ну посерединке оно здесь не особо нужно в таком количестве когда у меня немножко уже все подсхватилось видите у меня все спокойно переворачивается прожариваем хорошо чтобы внутри не оставалось у нас крови и тем временем пока жарятся у меня котлетки я делаю к ним такую смесь из жареной морковки и лука режу лук тру на терке морковку и все это протушиваю с белым йогуртом вот такое вот у меня получилось блюдо такие вот печеночные оладушки очень безумно вкусное блюдо мы очень любим всей семьей это кушать и вы знаете в принципе остальные все оладушки для себя я пожарила вообще на сухой сковороде и вот получилось как видите все замечательно ничего не пригорело ничего не подгорело поэтому совершенно правильное такое питание печень полезна все об этом прекрасно знают попробуйте обязательно такой рецепт и напишите понравилось вам или нет я девчонки купила вот такие макароны из полбы цельнозерновые значит полба это крайне полезный диетический продукт из него делают всякие изделия и просто как крупу варят полбу или полбу не знаю как правильно произносится вот такой вот получается продукт это макароны очень похожи на вкус на ржаные и на вид но честно говоря по мне очень спорные я только с каким-то соусом их поем например с белым йогуртом но сами по себе они слегка-слегка горчат и я вот уже второй раз беру так и не могу я распробовать прелести вот этих макаронов по мне они немножечко горчат и имеют какой-то все таки странный невнятный вкус все таки я придерживаюсь то умение что лучше взять из твердых сортов пшеницы обычные макароны и съесть чуть-чуть чем вот такие вот только раздорить свой аппетит у меня великая печаль я на терке снеслась я кончик ногтя ну что ж такое вечно со мной происходит не знаю теперь то ли переделать то ли просто короче подпилить вот такая вот петрушка а так хорошо гель-лак в этот раз держится вообще нигде никакой не зацепочки сама все испортила пока пока спасибо за просмотр ставьте пальчики вверх пальчики так покажу так ставьте пальчики вверх дышь 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 ставьте лайк